Сегодня очень занимательный день. Как готовились к концерту? Что ждет зрителей? И учитывая, что сегодня День защитника Отечества, часть именно этого праздника, что мы увидим? У нас всегда в нашей команде присутствовало очень высокое чувство патриотизма. У нас дети всегда на кистале, когда он был в цифрах России и играл гимн. Все возраста детей наши, и маленькие, и меморы, и взрослые всегда с удовольствием, без страсти к великим Россиям. Сегодня великий день, сегодня день защитника Отечества. Раньше это назывался праздник военно-морского флота и нашей российской армии. Была раньше советская армия, сейчас российская армия. Для нас эти слова синонимы. Поэтому сегодня мы подготовили программу, которая дает возможность увидеть, с одной стороны, современные песни, современную песню в исполнении Ярослава, которого зовут народ и шаман. И во втором отделении у нас будет петь Александр Коган, который поет песни военных лет Великой Отечественной войны. Нашим девочкам было нелегко, и мне тоже было нелегко, сделать достойные номера этих песен. Но это на суд заметили. Сегодня здесь будет очень много тех людей, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях. Сегодня будет очень много, как обычно, тех людей, которые не могут попасть на концерты просто так. У нас благотворительный концерт, как всегда. Живая музыка, живой голос. И наши дети, звезды, олимпийские чемпионы, чемпионы мира. И теперешние молодые, маленькие, наши поколения, подрастающие, будут показывать свои программы. На втором этаже очень интересная выставка картин. Видели ли вы ее и о чем она? На втором этаже выставка картин. Это картины воинов, которые позировали и которые рисовал художник, волонтер вместе с теми. У нас сегодня во дворце проходит выставка. Выставка картин художника, волонтера, который писал эти картины с тех людей, которые принимали участие в боевых действиях. И те волонтеры, которые писали стихи к этим картинам, и те волонтеры, которые песни писали об этих людях. Поэтому нашему поколению подрастающим необходимо видеть лица, не только слышать об их подруге, но и видеть лица этих людей. И мы сделали эту песню. Я хочу вам вот такой вопрос. Подавчера на открытии игры будущего, наша спортсменка, подвергнута старкину со стороны международной партнерской фабрики, сидела рядом с президентом. Насколько важно гарантирую? Конечно, это важно. У нас президент – это величайшая личность мирового значения. И сидеть рядом с таким человеком – это большая честь, с одной стороны. С другой стороны, у нас тоже был такой момент, когда Дина Аверина, которую незаслуженно сняли с первого места на Олимпийских играх, она была гостем на Красной площади, и на Красной площади она стояла на трибуне, и весь народ встречал. В общем, я думаю, что даже если бы она стала Олимпийской чемпионкой, она бы не так ее принимали, и она была бы такая известная и любимая людьми, как она стала, когда вот так вот получилось. То же самое с этой девочкой, которая сидела рядом с президентом, который показал этим жестом, что он здесь спортсмена, что этот спорт должен быть вне политики, и никто не смеет обидеть ребенка, который был несовершеннолетним в то время, когда все это случилось. Много ребят из Италии, я так понимаю, уже вернулись, и уже как-то нужно адаптироваться к новым консервам. Я же что сказала? Сказала? Сказала, что здесь будут пить. Да, у нас на концерт. Сказала, я имею в виду, как бы, что вот сегодня, поздравление, да, чтобы как-нибудь им обратились к вам? Все люди, все зрители, которые сюда пришли, это те зрители, которых мы любим, которых мы знаем, и которых мы пригласили, зная, кто они. Поэтому тот концерт, который сегодня будет, посвящен каждому из них и всем вместе. Продолжение следует...